Матчам молодежной лиги уделяется не так много внимания, как играм КХЛ. Тем не менее, именно в этих командах играют будущие звезды хоккея. Для них пока все в большом хоккее только начинается. В том числе и прямая трансляция на телевидении. Новые ощущения и дополнительная ответственность. Каждый понимал, что смотрят и в России, и смотрят и в Вологодской области. Естественно, вчера провалили игру, нужно было сегодня брать реванш. Я доволен, что получилось это сделать. Игра для «Алмаза» складывалась очень непросто. Счет удалось открыть только во втором периоде. Хороший бросок удался Артуру Чуиляеву. Уже через 40 секунд гости отыгрались, использовав ошибку защитников «Алмаза». А еще через несколько минут питерцы реализовали численное большинство. В третьем периоде череповщане еще добавили в активности. И сначала Ахмед Гембатов сравнял результат. А затем Иван Цепнятов вывел хозяев площадки вперед. Однако победный счет удержать не получилось. На последних минутах периода гости реализовали большинство. Свой второй гол в матче забил Тамбиев. Вчера хорошую игру выдали. Сегодня, в принципе, начали плохо. Пропустили первый гол, потом собрались. Думал, сейчас все нормально будет. Потом на третий период вышли, как-то, наверное, не собрано. Ну вот, нам получилось, что прыгали. Хорошо, что еще в конце успели сравнять. Победитель встречи определился в овертайме. Сначала череповщане выстрелили в меньшинстве, а затем Дмитрий Моисеев убежал в контратаку и забросил победную шайбу. 4-3 победа «Алмаза». Команда билась. Сегодня нельзя было проигрывать после вчерашнего поражения. Настроились, выполнил установку тренера. К сожалению, не получилось в основном время выиграть. Потеряли одну очко. Все равно выиграли, ребята, молодцы. Следующим соперником «Алмаза» станет один из лидеров западной конференции – хоккейный клуб «Рига». 8 ноября 12 канал покажет в прямом эфире вторую встречу этих соперников.